ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС Мы будем летать ни через Благовещенское, напрямую предстоятельно Солковский, все боевые расчеты сюда будут пребывать. В будущем любые самолеты любой грузоподъемности, потому что будут летать и наши самолеты прежде всего, которые будут возить тяжелый космический аппарат. Дело в том, что космический аппарат — штука хрупкая, да, это микроэлектроника на 95%. Если везти по БАМу через гигантскую нашу, значит, страну, то можно, конечно, сильно растрясти этот аппарат. Тяжелая авиация и удобная логистика крайне важны для доставки на космодром крупногабаритных частей пилотируемого корабля нового поколения. Космических аппаратов, изделий ракетно-космической техники и оборудования. Многое из этой спецтехники не может быть доставлено железнодорожным или автомобильным транспортом из-за ограничений по габаритам и условиям транспортировки. Планируется, что аэропорт на Восточном будет способен принимать все типы самолетов, а также решать задачу поиска и спасания экипажей, эвакуации из районов падения отделяющихся частей ракет. Создание аэропортового комплекса на космодроме Восточной является одной из важных задач, связанных с летными испытаниями с 2023 года нового пилотируемого транспортного корабля с использованием тяжелой ракеты-носителя «Ангара». На космодроме Восточной завершается сборка корпуса вакуумной установки. Она предназначена для обеспечения испытаний герметичности агрегатов, системы отсеков космических аппаратов и транспортных пилотируемых кораблей. Диаметр вакуумной установки 9 метров, масса более 130 тонн. Специалисты подрядной организации уже собрали основные детали корпуса. После завершения всех работ по сборке специалисты приступят к монтажу технологических систем. Напомним, вакуумную установку и пусковой стол для стартового комплекса ракеты-носителя «Ангара» доставили на космодром Восточный в сентябре 2020 года Северным морским путем. Переходим к Байконуру, где специалисты Космического центра «Южный» приступили к подготовительным работам по реализации космических программ 2021 года. В монтажно-испытательном корпусе проводится расконсервация грузового корабля «Прогресс МС-16» и пилотируемого «Союз МС-18». Их запуски по российской программе Международной космической станции запланированы в первом полугодии текущего года. Продолжаются работы и по подготовке разгонного блока «Фрегат». Он предназначен для выведения на околоземную орбиту космического аппарата «Арктика-М», запланированного на февраль. Спутники «Арктика» обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную надежную связь, что будет способствовать динамичному социальному развитию северных регионов и экономике нашей страны в целом. «Осваивание арктического региона – это, можно сказать, на сегодняшний день мировой тренд, это экономическая зона определенная. Поэтому, да, присутствует огромный интерес к этому региону. Для Российской Федерации он наиболее актуален, так как большинство территорий Российской Федерации, они все-таки, ну, Россия – северная страна, большинство территорий находится на высоких широтах. Вот «Арктика», по своей сути, изначально планировалась как дополняющая система, дополняющая геосонарную систему «Электро». Если с геосонарного спутника зона качественного мониторинга ограничена 60 градусами северной широты, то космические аппараты «Арктика», функционирующие на высокой орбите типа «Молния», они позволяют обеспечивать, то есть два аппарата на орбите, разнесенные по времени, позволяют обеспечить круглосуточный мониторинг северных широт. Система эта уникальна, так как у нее нет на настоящий момент действующих аналогов. И интерес она может вызывать не только для Российской Федерации, но и для стран, которые также располагаются в северных широтах. СОЮЗ-МС-17 Прогресс-МС-14 Это продлится 418 секунд. Средняя высота орбиты станции увеличится примерно на 1 км и 200 метров и составит 420 км над поверхностью Земли. Исследовательский центр имени Келдыша планирует к середине этого года изготовить и испытать установку с плазматроном для сжигания особо опасных отходов. Об этом сообщил агентству ТАСС генеральный директор предприятия Владимир Гошлаков. Работы ведутся за средства центра имени Келдыша. Предприятие уже выполнило весь комплекс экспериментальных работ с подтверждением высоких параметров по непрерывному времени работы плазматрона. Подробнее об интересных проектах центра Келдыша смотрите в ближайшее время в нашем специальном репортаже. Плазматроны позволяют получать потоки 5-6 тысяч градусов Цельсия, которые возникают при спуске спускаемого аппарата в верхние слои атмосферы. И такие устройства позволяли нам моделировать фактически спуск спускаемого аппарата или движение ракетоносителя в верхних слоях атмосферы при космических скоростях. Но при этом такие температуры можно использовать в части в системах утилизации опасных отходов. Совет по космосу Российской Академии Наук может создать междисциплинарную комиссию Астрофосфин под эгидой Астробиологического совета при Президиуме РАН для проверки наличия жизни на Венере. Специалистам предстоит подтвердить или опровергнуть существование фосфина на Венере как потенциального биомаркера. Также Совет подчеркивает необходимость соответствующих экспериментов на индийском космическом аппарате Venus Orbiter Mission и в будущей российской программе VENERA-D. Китай заинтересован в международном сотрудничестве по исследованию образцов лунного грунта. Около 80% лунных образцов будет использовано для актуальных научных исследований, а 20% сохранят на перспективу, когда появятся более совершенные методы исследований. В Космическом агентстве Китая отметили, Будущие лунные межпланетные исследовательские миссии страны станут более открытыми для международного сотрудничества. Марсианская станция «Инсайт» прекратила попытки измерить температуру под поверхностью Марса. Немецкий инструмент «Моле» Крот пытался пробурить марсианскую поверхность с начала 2019 года, однако не смог справиться со своей задачей из-за твердости грунта. Крот пробурил Марс лишь на 2-3 сантиметра. Российская орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» продолжает третий обзор неба из восьми запланированных. Отсканировано уже более 5000 квадратных градусов на небесной сфере. Полученные данные позволили повысить контрастность многоцветной рентгеновской карты неба, которую продолжает накапливать телескоп «Эрозита». Ряд структур, обнаруженных на карте первого обзора, например, южный пузырь «Эрозита», видны более четко, и теперь их можно детально исследовать. Красивое видео от наших космонавтов. Сергей Куть-Сверчков, работающий сейчас на МКС, снял таймлапс, на котором показана Земля, северное сияние и звездное небо, видимые через иллюминаторы Международной космической станции. Обязательно подписывайтесь на страницы Сергея Куть-Сверчкова в социальных сетях ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм и следите за его новыми космическими публикациями. Журнал «Роскосмоса» «Русский космос» опубликовал эксклюзивное интервью с Героем России Олегом Артемьевым об ощущениях невесомости, подготовке к полету, работе испытателем ракетно-космической техники, о путешествиях в дальний космос, личностных качествах и многом другом читайте в новом выпуске, а также подписывайтесь на журнал «Русский космос» на 2021 год. Вы можете найти его в каталоге агентства «Уралпресс» индекс 013-856. В эти январские дни, 60 лет назад, шесть кандидатов в космонавты Валерий Быковский, Юрий Гагарин, Григорий Нелюбов, Андриан Николаев, Павел Попович и Герман Титов сдали первый экзамен по конструкции, эксплуатации, навыкам управления космическим кораблем «Восток». И приказом главнокомандующего ФВС были назначены на должности космонавтов в первую группу для полетов в космос. До исторического 12 апреля оставалось 11 недель. С-155 или «Туманность пещера». Автор — Денис Парышев. Общее накопление сигнала — более 15 часов. Это область созвездий Цефея, размером около трех дисков полной Луны. До нее 2400 световых лет. Сама же «Туманность пещера» имеет размер около 10 световых лет. Ее еще называют «Ясли для молодых звезд». Водопад с интересным именем — неожиданный при свете звезд. На снимке яркие летние водородные туманности созвездия Лебедя и Цефея. Автор снимка — Антон Комоев. Две дуги на арктическом небе. Снимок был сделан на Лафатенских островах в Норвегии. Слева — дуга Млечного Пути. Справа — Аврора и ковш созвездия Большой Медведицы. Автор — Джулио Кобианч. Вопрос от Виктории Каменевой. Зачем ученым нужны новые образцы лунного грунта? Дело в том, что, как и на Земле, в разных регионах спутника разные породы грунта. Так, например, лунные моря оказались схожими с земным базальтом — темной, богатой железом породой магмы. А лунные высокогорья богаты алюминием. К тому же, по последним данным, в грунте на полюсах Луны содержится даже вода. Лунный реголит — это лишь верхний слой. Он состоит из преимущественно пылевого материала метеоритного происхождения. Его толщина достигает нескольких десятков метров. Затем идет так называемая подстилающая порода. На зернах грунта отсутствует оксидная пленка. Из-за этого они сильно слипаются и электризуются. В свое время это доставило немало неудобств астронавтам, поскольку частицы постоянно прилипали к скафандрам и оседали вокруг. Счистить их было трудно, а шлюзовой камеры, где можно было бы оставить одежду, в спускаемых модулях Аполлона не было. Для планирования будущих миссий изучение различных свойств лунного реголита очень важно. Известно, что он на 40% состоит из кислорода, который потенциально можно будет использовать для систем жизнеобеспечения при строительстве лунных баз и получении топлива. До встречи в космической среде!